какая тяжелая посылка всем привет я марина и с вами школа сакрамел сегодня необычное видео ваша любимая распаковка и сегодня на обзоре меня вот такая большая посылка как вы думаете что там я знаю вы уже наверное не думаете потому что вы прочитали из названия сегодня мы будем делать распаковку стерилизатора для маникюрных инструментов я думаю мы долго не будем останавливаться на том почему важно обрабатывать маникюрный инструмент и каким образом это правильно делать сейчас много информации на эту тему конечно не приемлемы определенные способы дезинфекции и стерилизации маникюрного инструмента кстати говоря ролик с ошибками в этапах обработки маникюра инструмент вы можете знакомиться у меня на канале сегодня будем говорить о том каким же образом правильно необходимо это делать наверняка вы заметили какие-то изменения съемки мы проводим в новой студии кстати говоря скоро на канале я выставлю ролик с обзором полностью каждого уголка где покажу вам все и мне хотелось оборудовать определенную зону для обработки маникюрного инструмента здесь вы видите у нас такую рабочую поверхность но на самом деле это не та зона где будут в итоге стоять стерилизатором зона потом переместиться в другое место но конечно же в новую студию мне хотелось купить красивое оборудование которое будет сюда полностью подходить и я выбрала стерилизатор воздушные от компании ferroplast название его premium 10 поэтому давайте распаковывать здесь мне понадобится помощь потому что конечно стерилизатор тяжелый и нужно будет его отсюда достать пока что мы достали только 1 уровень и дошли до самого стерилизатора здесь я вижу необходимые документы кстати говоря сразу хочу ответить на ваши возникающие вопросы что это оборудование медицинского назначения имеет все необходимые документы поэтому стерилизатора могут пользоваться не только салоны красоты и мастера частные в том числе и даже медицинские учреждения то есть это оборудование смело можно использовать и даже если к вам придет какая-либо проверка то по документам у вас все будет соответствовать и ничего не будет нарушать потому что раньше мы все использовали только один бренд воздушный стерилизатор и я думаю вы все его прекрасно знаете и долгое время считалось что никакие другие воздушные стерилизаторы в нашей стране не подходят по критериям ferroplast тоже имеет все необходимые документы поэтому смело можете в том числе приобретать и их давайте что ж посмотрим на него вы только посмотрите какой он стильный я уже успел просто пофоткаться с ним пообниматься очень красивый а именно черный наверняка вы заметили что у нас есть черные элементы в дизайне поэтому когда я его увидела он не просто запал самое сердечко я поняла что мне нужен именно это стерилизатор понимаете есть люди для которых важны и технические характеристики а есть люди визуалы которым важно как выглядит их оборудование вот я наверное из второй категории поэтому для меня это очень важно помимо этого здесь очень компактный размер который как раз поместился сюда куда нужно и смотрится невероятно стильно кстати говоря можно вызвать специального человека который это сделать вместо вас тогда ваше оборудование не слетит с гарантии и будет на нем длительное время сверху у нас находится сенсорная панель это очень здорово давайте посмотрим есть разные режимы 160 180 120 градусов и даже 85 то есть четыре режима стерилизации в том числе можно выполнять и сушку на 85 градусов в течение 45 минут и все инструмент уже сухой не нужно будет его класть на салфеточку и выжидать время просушивания тут у нас в комплекте идут специальные полочки их 5 потому что другой стерилизатор содержит только две полочки что крайне неудобно почему потому что стерилизатор мы можем закладывать крафт пакеты таким образом чтобы они не были друг на друге то есть они должны быть на некотором небольшом совсем расстоянии друг от друга поэтому это очень удобно что здесь целых пять полочек куда мы можем поместить до двадцати крафт пакетов ну конечно все зависит от их размера да если это совсем маленькие для стерилизации фрез то и больше например если какие-то огромные крафт пакеты для педикюра например то поменьше а еще тут есть кнопка отложенного старта это знаете как стирку то запускаешь на ночь вот здесь то же самое можно поставить отложить и он сам начнет работу потому что это актуально для многих некоторые не хотят чтобы пахло например от крафт пакета во время стерилизации не хотят вот наполнять свой салон этим запахом пожалуйста включайте на ночь зладите отложенный старт и будет вам счастье кстати говоря если мы говорим о стерилизации маникюрного инструмента при температуре 180 градусов необходимо выждать 1 час но мы с вами изначально выжидаем время нагрева прибора затем он должен остыть поэтому неправильно говорить о том что стерилизация маникюра инструмента занимает всего лишь один час то есть если посмотреть весь цикл то процесс стерилизации будет более долгим например в нашей школе мы изначально использовали сухожар а сейчас используем уже автоклав так как это намного быстрее инструмент не тупится благодаря в том числе воздействию пара но есть минус такое оборудование крайне дорогое поэтому не каждый мастер может его себе позволить такой же сухожар стоит посильных денег многие говорят начале пути что не могут себе позволить такое дорогостоящее оборудование но ребят в первую очередь мы должны заботиться о своем здоровье о здоровье наших клиентов и не жалея деньги на качественное оборудование потому что если мы работаем некачественным оборудованием но скажем китайским низкого качества что происходит с инструментами они не обрабатываются должным образом неправильно стерилизуются и соответственно инструмент не может считаться чистым стерильным для работы с клиентом поэтому позаботясь о выборе надежного оборудования для обработки и стерилизации инструмента многие также считают что зачем покупать такое дорогостоящее оборудование можно же ведь купить что-то подешевле я соглашусь если это на первых этапах работы но когда вы работаете уже полноценно с клиентами то пожалуйста обеспечьте себе рабочее место до профессия мастера маникюра она требует вложения она требует затрат она требует обучения тут не такой легкий старт как в некоторых других профессиях ты приходишь и буквально с нуля начинаешь мы должны купить и хорошее оборудование и хорошие материалы для того чтобы в первую очередь не навредить самим себе своими же действиями и еще несколько ответов на ваши частые вопросы можно ли использовать гласперленовый шариковые стерилизаторы для обработки маникюрного инструмента дело в том что в нем могут обрабатываться инструменты только без замковых частей без полостей а у нас с вами абсолютно другие инструменты и как правило те шариковые стерилизаторы которые продаются в маникюрных инструментах они абсолютно для этого не предназначены не выдерживают нужную температуру мало того мы не можем обрабатывать инструмента в крафт пакетах а значит если к нам придет проверка мы никаким образом с вами не сможем доказать чистоту и стерильность нашего маникюрного инструмента. Поэтому мы обрабатываем маникюрный инструмент в крафт-пакетах. В сухожаре, в автоклаве мы это можем делать в любых крафт-пакетах, только из бумаги или которые комбинированные, бумага плюс пленка, и они будут себя прекрасно чувствовать в таком оборудовании. И еще один самый популярный вопрос, можно ли начинающему мастеру обрабатывать маникюрный инструмент в домашних условиях при помощи кипячения или, например, если крафт-пакет положить в духовой шкаф. Но, ребят, давайте будем с вами, конечно, здраво мыслить. Если мы уже хотим называть себя мастерами, профессионалами, то такое использование духового шкафа, оно просто неприемлемо, потому что хотя бы мы кушаем пищу из него, принимаем, а для стерилизации маникюрного инструмента он не предназначен. Поэтому вроде ответила на все ваши вопросы, если они еще будут, пишите обязательно о них в комментариях, ну а мы давайте будем запускать уже стерилизатор. Тут у меня уже продезинфицированный инструмент на стоечке, кстати говоря, недавно про нее рассказывала из своих покупок с сайта Wildberries, после чего мы закладываем инструменты в специальные крафт-пакеты и кладем их в раскрытом состоянии, в том числе и кусачки для ногтей. Они не должны быть сомкнутыми. И сначала таким образом оформляем все наши инструменты. Дезинфекцию мы выполняем в специальном растворе, выдерживаем определенное время экспозиции. Тут не получится просто промыть инструменты под проточной водой, необходима именно дезинфекция. Ее вы можете выполнять вот, например, в таких емкостях специальных, либо можете использовать ультразвуковую мойку для более глубокого и тщательной проработки и очистки инструмента. Еще раз повторюсь, что для стерилизатора мы можем использовать комбинированные крафт-пакеты, как у меня сейчас, где у нас бумага плюс пленка, либо вот такие полностью из бумаги. Как правило, говорят, что те, которые коричневые, от них больше запаха. Вот мне интересно проверить, насколько он будет у данного стерилизатора, или же он достаточно герметичный, такого не будет. Конечно, необходимо все инструменты подписать, написать дату стерилизации. Мы этого сейчас делать не будем для того, чтобы ускорить весь процесс, а так необходимо ввести специальные журналы для учета стерилизации. Я думаю, что на эту тему можно снять отдельное большое видео. Если оно для вас актуально, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Если мы соберем 5000 лайков, то мы, конечно же, выпустим такое видео на канале. В маленькие пакеты мы закладываем маникюрные фрезы. Вы можете сразу сформировать комплект на одного клиента из насадки для снятия, для приподнятия кутикулы, обработки кутикулы. Можно также сделать более крупный пакет с режущим инструментом, либо стерилизовать насадки по типу, если у вас большой поток клиентов. Все, упаковка закончилась, и теперь помещаем крафт-пакеты в стерилизационный шкаф, таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга. Открываем шкаф, закладываем туда наши крафт-пакеты. Можно, кстати, для удобства вот так вот, например, достать полочку и аккуратненько положить. Напомню, что крафт-пакеты не должны перекрывать друг друга. На пакетах есть специальный индикатор, который в случае правильной обработки изменит свой цвет. С светло-голубого на бежевый. Закрываем дверцу. Здесь есть электронный замок, который не откроется в процессе эксплуатации. Выставляем нужный нам режим, а именно 180 градусов 60 минут. Кстати говоря, можно стерилизовать инструмент на 160 градусах, но нам потребуется уже 150 минут. А мы выберем тот, который быстрее, 180 градусов 60 минут. И жмем на кнопку впуск. Это мой первый запуск. Видим, что поменялся индикатор на красный. Это говорит о том, что пошел нагрев прибора. Затем, когда он выйдет на функцию стерилизации, наверняка индикатор изменится. Поэтому мы будем уверенными, что цикл стерилизации полностью прошел. Кстати говоря, у нас автоклав в школе. И он намного сильнее шумит, чем данный припор. Вот. Поэтому, если вы цените тишину, спокойствие ваших клиентов, тогда это тоже будет несомненным плюсом. Ну что ж, я просто несказанно рада от приобретения нового стерилизатора. Я думаю, он будет мне верным помощником при обработке маникюрного инструмента. Что хочется сказать в конце? Обрабатывайте правильно маникюрный инструмент. А как этого делать не нужно, смотрите у меня отдельное видео на канале. Ну а я желаю всем здоровья и успехов. Пока-пока!